Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сначала я хочу выразить огромную благодарность вам за то, что вы родились, за то, что вы выбрали эту профессию, за то, что вы помогаете не только лечить, но и полиативной помощи, это проводы в последний путь. Потому что я пришла в хоспис в 2011 году, как заниматься профилактикой выгорания пациента. Профилактика выгорания персонала, извините, я волнуюсь. И я увольнялась с хосписа два года назад, когда умирал мой собственный муж, и я была тем самым родственником, неадекватным, как говорят во многих медицинских учреждениях. И я прожила, с одной стороны, горе, а с другой стороны, огромную благодарность людям, которые помогают проживать все стадии болезней, проводят до конца. Так, тема взаимодействия с родственниками, она болезненная. Где бы я ни читала профилактику выгорания, мне все говорят, а скажи, пожалуйста, что делать с родственниками? Потому что они тоже тяжелые люди. И я собрала опыт нашего первого хосписа Андрея Владимировича, наших врачей, нашего младшего персонала, которые работают с самого начала организации хосписа, это 90-й год, и некоторые медсестры работают 25 лет. И я вижу, насколько они сердечно, доброжелательно общаются с пациентами. Я спрашивала о том, как и что они делают, и я с удовольствием поделюсь этим опытом с вами. Итак, главная задача у нас, как в хосписе, мы же понимаем, что человек – это последнее медицинское учреждение, в которое он поступает. Главное – сделать родственника с нашим союзником, сделать его полноправным членом команды. И при первой же беседе врач говорит о том, что все, что делал родственник до того, как к нам поступил пациент, он все делал правильно. Врач выражает свое уважение, дает значимость, и потом переходит к тому, что говорит родственнику о том, что нужно себя пожалеть. Вы сейчас положили к нам своего близкого человека, у вас есть время отдохнуть, вы, пожалуйста, наберитесь сил, вы, пожалуйста, позаботьтесь о себе, потому что смерть может наступить в любой момент, а может это продлиться долго, и дорога может оказаться долгой. Далее доктор проговаривает о том, что родственник может выполнять и должен участвовать в этом процессе ухода, и совершенно доступные задания ему даются – дать водички попить, протереть лицо, чтобы родственник чувствовал свою значимость, что он тоже участвует в процессе. Самое главное вот в этой беседе, когда врач снимает чувство вины с родственника, он говорит ему о том, что ты все, вы все сделал правильно. По поводу отношения, уважения, это Андрей Владимирович, когда закладывал хоспис, его личное уважение к каждому человеку, он со всеми разговаривал на «вы». Он всегда говорит «спасибо, пожалуйста», «будьте любезны». И мы же других людей воспитываем не словами, а своим действием. И он подбирал персонал, который тоже имеет чувство уважения к другим людям. И мы друг с другом общаемся не сколько словами, а вот именно своими эмоциями. Поэтому весь коллектив воспитан в таком русле Гнездилова – проявлять уважение к любому человеку. Не смотреть на него свысока, а делать его равноправным. Далее. Родственнику говорят о том, что его задача – моральная поддержка близкого человека, у него есть время на прощание. Я когда пришла разгружать персонал, мне, конечно же, сказали, ну вот у нас еще есть родственники, которые тут ходят по коридору, обязательно с ними тоже нужно поговорить. И эти беседы тоже были, они скорее как исповеди, потому что психолог, он в хосписи для того, чтобы разгрузить человека эмоционально. Что же происходит с родственником? Это я уже могу сказать, как человек это все переживший. И то же самое, что мы прочитали в книжках. Есть стадии принятия болезни. Ну, я позволю себе немножко напомнить. Да, вы, наверное, все знаете, но входит в доклад. Когда, самый простой пример, когда мы с вами пришли в магазин, покупаем продукты, лезем в сумку за кошельком, а кошелька там нет. С нами происходит вот это первое цепенение – шок. Когда люди получают диагноз и говорят, что они больны, у них точно такая же эмоциональная реакция – шок. Далее мы с вами начинаем вытряхивать эту сумку, искать этот кошелек или искать этот кошелек по карманам. Эта стадия называется отрицание. С заболеванием та же самая история. Люди не согласны с диагнозом, и они идут по другим врачам, тратят время на то, чтобы получить тот диагноз, который ему больше бы понравился. Следующая стадия – это агрессия. Вы в ярости, что кошелька нет, что вас кто-то обокрал, и там у вас были все карточки. И вот эта ярость, она продолжается прямо стоя у кассира, вы проживаете все эти эмоции. На стадии агрессии и пациенты, и родственники тоже ищут виноватых. Кто же виноват в том, что я заболел? Либо я изнутри виноват, либо кто-то снаружи виноват. Как правило, виноват. Ну, очень часто обвиняют врачей в том, что они виноваты, пропустили это заболевание. Следующая стадия психики, которая проживает этот процесс стресса, называется уныние. Мы с вами начинаем переживать. Вот, у нас на кошельке были деньги, у нас там были все карточки, нам все это предстоит восстановить заново. С заболеванием та же самая история. Человек впадает в уныние. У него вообще теряется интерес жизни. Он очень переживает о том, что с ним происходит с родственниками. Та же самая история. И последняя стадия – это принятие. Мы с вами купим новый кошелек, заработаем новые деньги, восстановим карточки и будем жить дальше. Вообще забудем про то, что мы этот кошелек теряли. Заболевание на стадии принятия, ну, я, наверное, через год после смерти мужа приняла то, что он умер. То есть, стадия принятия у нас у родственников может не наступить. И поэтому те родственники пациентов, которые находятся вот у нас в хосписе, они бывают на стадиях отрицания, агрессии и уныния. И когда мы говорим о том, что мы хотим, чтобы они нас услышали, они нас не слышат. Поэтому люди, которые здесь работают, имеют огромное количество внутреннего терпения, чтобы сопереживать человеку, который проживает вот эти стадии. Группа поддержки, которая существует в нашей хосписе. Конечно же, в первую очередь, это врачи, медсестры, сестрички, которые общаются с родственником, дают информацию. Администратор – это человек, который сидит у входа, и когда родственник приходит навещать своего пациента, он тоже дает информацию, в какой палате, как лучше пройти, что лучше принести. То есть каждый работник вступает в разговоры с родственником, чтобы он не оставался один на один со своими чувствами, мыслями, чтобы он это проговаривал. Есть психолог, психотерапевт, у нас так роскошно в хосписе есть и тот, и другой, к нему либо родственник приходит поговорить, либо по коридору идем и собираем плачущих родственников, тоже с ним разговариваем. Есть социальный работник, который тоже проговаривает нужды родственника и помогает ему. Есть священник, в конце концов, у нас даже есть там своя, как это называется, храм, и священник тоже ходит по палатам и разговаривает с родственниками. И верующие родственники могут ходить к священнику. Один раз пришла родственница, мне одна говорит, вы слушайте-ка, поговорите, пожалуйста, с моим мужем, для того, чтобы он сейчас изменил. Стал эзотеиста, стал священником, стал верующим, потому что я хочу, чтобы он поговорил со священником. Ну, в общем, разные истории бывают, кто работает, вы знаете, что происходит с людьми. Еще у нас в субботу приходят волонтеры. Волонтеры приходят от сестричества, и они моют пациентов, с ними разговаривают. Понятно, всем даны определенные инструкции, что можно говорить, что нельзя говорить волонтеров, инструктируют, так же, как и персонал, все проходят инструкцию у врачей и более старших людей, чтобы никто не дал ненужной и лишней информации. Конфликты возникают. Конфликты, естественно, возникают, потому что, да, проживается стадия агрессии. Важно, о чем говорят врачи, прояснить сразу при первой беседе с родственником, прояснить ожидание, а чего вы от нас ждете. Потому что очень часто есть такая иллюзия, что люди в хоспис положили, а люди ждут о том, что о нас вылечат. А вот нам сказали, что у вас тут все так хорошо, вы вот так подлечиваете, и люди возвращаются домой. Поэтому врачи четко выясняют, что вы хотите от нас, и говорят о своих возможностях. Потому что возможности наши, они палеоативные. Мы в хосписе никого не лечим, да, мы поддерживаем, мы обезболиваем и создаем такие хорошие, ну, в чистоте, чтобы человек уходил в чистоте. И также врачи рассказывают о том, как будут развиваться события дальше. Они предупреждают родственникам, что будет, где-то будет улучшение, где-то будет ухудшение. То есть какая-то картина впереди у родственника формируется. Он может уйти и забыть это напрочь, все, что ему рассказали, и завтра прийти к доктору и по новой начинать говорить о том, что да, мы вот хотим этого, этого. То есть удивительное терпение у наших врачей, которые все заново начинают прояснять с каждым разговором терпеливо и спокойно. Какие конфликты возникают? Конфликты возникают бытовые и врачебные. Бытовой конфликт, там памперсы что-то не сменили или вещь какую-то потеряли. Почему возникает конфликт? Родственники сидят около постели своего близкого человека, у них там внутри все кипит. И их внутренние эмоции, они его разрывают. И он не может эти свои эмоции, вины, обиды, агрессии вылить на своего близкого человека, на пациента, а освободиться очень хочется. Иногда бывает просто какой-то спусковой крючок, что там что-то, что-то там упало, потерялась там какая-то ручка. И пациент взрывается, и всю эту негативную эмоцию вываливает на этого человека в белом халате, который круглосуточно помогает ему близкому жить. Также врачебные конфликты – это что вкололи, приявляется претензия, что вы вкололи, что мой близкий умер. Я вот всяко была просветленной, и мне казалось, что я все хорошо знаю про то, как надо себя вести. И когда муж умер, я открываю дверь дежурного врача и говорю вот эту классическую фразу, что вы такого вкололи моему мужу, что он умер. И тут я осознаю, что я себя веду точно так же, как все. Хотя я все знаю про стадии выгорания, я все прекрасно знаю о том, что происходит. То есть я к тому, что психика идет по своим законам. И когда мы знаем, что вот сейчас родственник находится в стане агрессии, бесполезно ему что-то доказывать, объяснять. Его надо принять таким, какой он есть, и выделить ему время. Конфликты бывают решаемы и нерешаемы. Вот это я к тому, что решаемый конфликт, приявили претензию, мы тут же по ходу решили эту проблему. А нерешаемый конфликт – это когда просто слили эмоцию, просто пришли и накричали. И что бы мы ни делали, мы можем спрашивать, а что нам сделать, чтобы стало лучше. Родственники говорят, нет, ничего. Вот сейчас там, говорят, какое-то письмо написали. Он наш родственник из нашего хосписа написал, что мы тут все, все врачи-онкологи, какую-то жалобу хочут написать министерству. То есть какие-то эмоции сильные. Почему продолжаются конфликты? Вообще мы все доказываем друг другу свою правоту. Мы как убеждены, что мы правы, другая сторона убеждена, что она права. И как-то Ирина Михайловна, у нас почти 30 лет работает медсестра, я спросила, а как вообще вы решаете конфликты? Она говорит, я тебе сейчас расскажу простой пример. Я прихожу в ЖЭК, и на меня начальница ЖЭКа начинает кричать. Я там, говорит, какие-то бумажки не так сделала. Я, говорит, ее выслушала до самого конца всю ее претензию. Я вижу, что ей больно. И я ей говорю, миленькая моя, а что же с вами случилось? Почему же вы так кричите? Он говорит, начальница ЖЭКа была вообще, говорит, в шоке. Она просто удивилась, потом села, успокоилась и рассказала, говорит, мне всю свою жизнь. И я ее выслушал. Это о чем? Когда начинается конфликт, куда уходит наше сознание? Если мы с вами уходим в защиту, внутренне считаем, что мы правы, мы становимся в противостоянии другому человеку, и конфликт разгорается. Если мы сосредотачиваемся, у нас всегда есть выбор, либо стать правой, либо пойти в другую сторону. То есть если мы сосредотачиваемся на эмоциях другого человека, который сейчас предъявил претензию, это что, это одна причина продолжения? Да, это я рассказала, что когда мы на своей правоте, то будет конфликт, выход из конфликта, сосредоточенность на эмоциях других человек, понимать, что с ним сейчас происходит, почему он предъявляет претензию, какая эмоция с ним, и что мы можем сделать для него прямо сейчас. И, ну, это практика многих, наверное, учреждений, вот в частности нашего, мы обучаем персонал, как выходить из конфликтной ситуации. Самое первое – выслушать человека до самого конца, выслушать претензию до самого конца, не перебивая, ничего не доказывая, дать ему вот какое-то пространство, причем это пространство такое, ну, типа, когда персонал, девочки говорят, ну вот как, я же реагирую, у нас же есть поведение реактивное и проактивное. Реактивное, когда это око-око, око за око, зуб за зуб, да, когда на нас там что-то бросили, мы в ответ ответили, да, мы правы, да, вы для вас все сделали. А проактивное поведение – это когда мы не реагируем на то, что другой человек говорит негативно, мы даем возможность ему проявиться вот в полной силе, скажем так. Поэтому выслушать до конца – это обязательное правило поведения в конфликтной ситуации. Далее мы говорим «простите, пожалуйста», да, мы не доказываем правоту, мы сознаем, что действительно мы, может быть, были несовершенны. Бывает, что мы действительно допускаем какие-то свои промашки, ошибки. Причем иногда бывает, что чем больше ошибку человек совершил, тем больше он потом доказывает, что он был прав. Поэтому это такая фраза «простите, пожалуйста» или «я сожалею», она дает и уважение, ну, второй стороне, да, будь то родственник или пациент, и дает возможность какой-то паузы. Далее мы спрашиваем, что сделать прямо сейчас, да, поменяют в конце концов этот памперс или приносят там воду, или приглашают врача, и делают это. Не факт, что решится, но, то есть проблема решится, так, как хочет родственник, но он в этот момент просто выпустил негативные эмоции, и весь персонал об этом знает, что если пошла эмоция-претензия, надо просто выслушать и ничего никому не доказывать. Далее, как врачи решают конфликты? Та же самая, первый пункт, то же самое. Все выслушивают до конца, и далее снова дают информацию по течению болезни. Они говорят о том, что это самое сложное, когда они за дня в день медленно, тактично, спокойно говорят о том, что заболевание очень тяжелое, что ухудшение может наступить в любой момент, и мы делаем все возможное, чтобы качество жизни вашего больного было на высоте, насколько возможно. Это самое трудное, но, тем не менее, те врачи, которые у нас работают, они работают очень хорошо и очень давно, и у них действительно вот этот природный ген милосердия, как вот Андрей Владимирович говорит, он присутствует, потому что человек, который не способен изо дня в день общаться вот с такими родственниками, он у нас просто не выдерживает. У нас там месяц-два люди поработают, вроде привлекаются там какими-то материальными благами, а потом они уходят и не выдерживают это. Далее. Кроме того, что мы говорим другому человеку, да, простите, пожалуйста, что я могу для вас сделать, очень важно наше внутреннее состояние, потому что мы общаемся с друг другом не словами, мы общаемся с друг другом своими эмоциями. Вот вы сидите, допустим, в каком-то помещении, да, и заходит человек, и вы моментально считываете, в каком настроении этот человек пришел, в хорошем он настроении или в плохом. То есть мы информацию передаем другому не словами, поэтому наша внутренняя позиция к другому человеку, с которым мы общаемся, она бывает, вот, четыре вида взаимоотношений с другим человеком. У нас есть убеждение, допустим, я хорошая, а ты неадекватный родственник. То есть я себя немножко возвышаю над другим человеком, и он это считывает, и конфликт может только усиливаться. То есть я профессионал, это вот, ну, такое, я начальник, ты дурак. Если мы эту позицию в жизни несем, у нас на каждом шагу будут конфликты. Далее есть другой вариант, когда мы себя принижаем и возвышаем другого. Это тоже провоцирует неравные отношения и не дает правильного выхода из конфликта. Есть еще взаимоотношения, когда я плохой, и ты плохой. И вот это изначальное неуважение к другому человеку и к себе, оно тоже не дает вот этих полноценных гармоничных отношений. Основной принцип выхода из конфликта, из любого, это проявить уважение к собеседнику. Я хороший, ты хороший. У нас есть проблема, мы с тобой сейчас эту проблему решим. И вот это уважение, которое Андрей Владимирович ввел с самого начала основания хосписа, оно помогает нашим сотрудникам многие годы работать, справляться со своим эмоциональным состоянием, с эмоциональным состоянием родственникам. И очень важно именно последний момент, когда близкий уже умер, родственнику дается поддержка о том, что вы сделали все, что вы могли. Да, родственнику тоже дается значимость. Как в самом начале ему говорили, вы сделали все, что могли, вы молодец. И на последнем этапе, на этапе смерти, родственнику тоже дается поддержка. Вы сделали все, что могли. И вы молодец. Вот такой мой кратенький доклад. Я с удовольствием бы послушала какие-то ваши собственные наработки, потому что на самом деле действительно опыт у меня очень небольшой. И когда мы друг с другом делимся своими знаниями, мы обогащаем какие-то свои инструменты. Будьте любезны, дополните меня кто-нибудь. Пожалуйста. Я закончила, да. Вопросы? Да, пожалуйста. А какие вы используете методики для профилактики эмоционального выгорания? Это еще два с половиной часа? Ну, я могу быстро. Поведенческая, когнитивная. Я могу быстро. Есть такая фраза «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Вот этот сам себя, это тот человек, который работает в этой системе, он должен набирать эту энергию где-то, чтобы делиться. И первое, очень банальное, это отношение к своему собственному телу. Нам это тело передали предки. Это дар жизни, который передавали с поколения в поколение. И вот мы этот дар жизни получили. Что мы делаем со своим телом? Все прекрасно знают, что внутри у нас там есть органы, и все эти органы живут по своим биологическим часам. И вот, например, мозг нас ложится спать 22 часа вечера. И если мы будем рано в кровать, рано вставать и спать, мы будем ложиться в 22 часа, то можно проблему выгорания снимать. Но так не получается, да, мир несовершенен. Поэтому есть разные другие способы. Дальше, следующий способ, который пользовался Андрей Владимирович с самого начала, он возил весь коллектив в баню. И одна из наших сотрудниц, когда я спросила, как вы 25 лет работаете, и вообще такая доброжелательная, она говорит, утром баня, ну, после смены имеется в виду, да, они все смены идут в баню. Утром баня, вечером филармония, зимой лыжи, летом дача. Часть коллектива у нас вышивает крестиком, другая часть раскраски по номерам. Да, творчество обязательно, да, творчество. И еще отношение к телу, ну, это абсолютно женское, мы там пошли, постриглись, у нас есть шоппинг, у нас есть шкаф, в конце концов, мы наводим порядок, потому что мы продолжение своего тела, пространство, в котором мы находимся, это продолжение нашего тела. И когда женщина пришла домой, начинает наводить порядок, она наводит порядок у себя вот здесь и вот здесь. Наши мужчины, они повесили грушу на втором этаже в своей раздевалке, чтобы как-то выражать свои негативные эмоции, они туда периодически ходят и что-то там делают с этой грушей. В общем, на самом деле, если мы сами о себе не будем заботиться, о нас никто не позаботится. Поэтому рано в кровать, рано в кровать. И еще момент, опять же, уважения своему телу. У нас вообще планета такая, профессиональных критиков. Наш ум постоянно находится в критическом состоянии. Мы критикуем себя, когда мы с утра подходим к зеркалу, какие-то слова говорим, ну, и женщины говорят. Это мы критикуем всех окружающих, мы критикуем погоду. И когда мы находимся в состоянии критики, мы себя разрушаем. И самый простой способ, я рассказывала как профилактика выгорания, вы можете не ходить в баню, не ходить в филармонию. Вы сели и пять минут хорошо думаете о себе, о своих близких. Вот пять минут думаете, что у вас самый лучший муж, что у вас самые замечательные дети, что у вас самая замечательная работа. Через пять минут хороших мыслей они все наверх начнут звонить, и вы себя будете чувствовать хорошо, вы наполнитесь. Говорить хорошие слова – это просто правило. Мы по хвосту уйдем и друг другу говорим, какая ты красавица, какая ты умница, или как ты хорошо выглядишь. Потому что, когда мы произносим хорошие слова, мы делаем хорошо, и другому человеку не улучшается настроение. И себе. Я сейчас два с половиной часа начну рассказывать, поэтому все, меня надо остановить. Я дала какую-то информацию? Спасибо. Это совершенно умнее. Этим отличаются, наверное, палеотивные отделения, качественные, хорошо, долго работающие отделения. А у нас еще вопрос, да? Да, у меня еще вопрос. Пожалуйста. Качественные, хорошо работающие, долго работающие отделения палеотивной помощи, у них сложился в каждом свой какой-то мирок, своя атмосфера, и вновь пришедшие люди видят всегда такую чудаковатость. Или идут по коридору, друг друга обнимают, или вот эта вот странная улыбка и желание, а вы кто, а вы кому и почему. И все время спрашивают, ну почему у вас так, а почему там у других не так. Ну потому что, если так не делают, то мы все вымрем, то мы не сможем даже завтра работать. Поэтому не боимся, мне кажется, вот эта вот улыбка и объятия, они вообще очень нужны. Ну и встречаться друг с другом, обниматься. Как мы на наших конференциях встречаемся, так как будто мы родственники. И люди все время говорят, слушайте, ну никто так не обнимается, ну вот почему вы все время обнимаетесь? Потому что нам надо получить вот это тепло и поддержку. Хоспис – это территория любви. Здесь работают люди, которые любят эту профессию. Здесь вот это последняя стадия любви, прощания между родственниками и близкими. Я как раз родственникам всегда говорю, у вас есть время для того, чтобы поблагодарить этого человека, что он был в вашей жизни, попросить у него прощения, если вы в чем-то были неправы, простить его. И все время говорит, я тебя люблю, я с тобой, я буду с тобой до конца. Вы хотели задать вопрос? Вы знаете, ну времени вот совсем мало, но очень серьезный вопрос, когда вот мы работаем с семьями и достаточно часто сталкиваемся с такой сформировавшейся ситуацией, когда родители раньше времени хоронят своего ребенка. И ребенок на самом деле может годами умирать, да, и доживает до 18 лет и пойдет в взрослую службу. То есть это преждевременные похороны, переживания в этом вопрос. А второй-то вопрос. И они в этой ситуации отказываются от помощи психолога. Что делать? Я не бороли ни разу. Я не смогу ответить на этот вопрос. У нас есть время не торопиться. Я сейчас секундочку, да, расскажу Андрею Владимировичу, как он на эту историю смотрел по поводу, когда родственники начинают хоронить раньше, чем человек умер. И все родственники знают о том, что есть заболевание, и они все ждут, что он умрет. И у всех картинка перед глазами, что он умрет. И они уже хоронят его. И он говорил, вопрос, надо давать информацию про заболевание или не надо? И как общаться с родственниками, чтобы они не транслировали? Они заходят в помещение, да, они уже видят, какие ухудшения. То есть это вопрос без ответа, мне кажется, да, как изменить состояние родственников, чтобы они перестали хоронить заранее, заживо. Потому что, да, с одной стороны, мы должны жить до самого конца, мы должны думать о жизни, о том, что происходит здесь и сейчас. Но наш ум, он вообще имеет особенность. Он у нас либо в прошлом, либо в будущем. Мы очень мало находимся в настоящем моменте. Мы утром встали, мы, значит, еще там что-то кому-то не договорили, и мы вспоминаем вчерашний день. Либо мы боимся там какого-то конца света, и наш ум ускакал вперед, и мы уже всех там похоронили. И вот оказаться здесь и сейчас нам очень трудно. И это вот здесь и сейчас, кстати, как раз есть у наших пациентов, когда уже у них, они уже отпустили это прошлое, они уже больше не думают о будущем, вот они сейчас прямо получают удовольствие от того, что они там рассматривают листочки, цветочки, читают. То есть у них снимается вот это напряжение, им никуда не надо бежать, двигаться. То есть это какой-то уровень осознанности каждого человека, где ты сейчас находишься. И сказать человеку, не надо думать о будущем, он не сможет об этом думать, потому что его ум не натренирован быть в настоящем моменте. Это очень сложно, да. Скажите, пожалуйста, вот зачастую во многих хосписах нет клинических психологов. И ощущение, что им там как будто нечего делать, потому что они вроде как переходят из палаты в палату, разговаривают. А основная это работа, она вот помыть, сменить памперс, перевязку сделать. Да, и психологи зачастую, вот у нас такая была ситуация в первом хосписе, когда у нас психолог, Дима такой комаров, вы его знаете, на выездной службе, много лет работающий, он сказал, я не могу работать в стационаре, мне неудобно. Все ходят, работают, а я, значит, тут обсуждаю, сижу. И мне даже перед девчонками неудобно, что я вот тут сижу, а они тут вот тягают все это. Я все время, говорит, скакиваю и что-то делаю. А на выездной комфортно, потому что, когда он приходит на выездной домой к пациенту, он не только там поговорить или обсудить, и что-то посоветовать, и повзаимодействовать, а я, говорит, параллельно много чего делаю. И симптом посмотрю, и у него фельдшерское прошлое. И перевязку сделаю, и по ходу вот все это обсуждаю. И мне кажется, вот в этом случае крайне важно, поправьте меня, Ален, если не так, в крайнем случае, мне кажется, очень важно иметь коммуникативные навыки и навыки понимания ситуации, навыки помощи, правильных ответов на вопросы каждому сотруднику, который общается с больным. Каждому. действительно нет культуры отношения к обращению к клиническим психологам. Не нужен мне психолог, скажет, что вы мне психолог, вы мне помогите выжить, и тогда мне никакой психолог не поможет и не нужен будет, да? Но если каждый из нас будет готов к этому трудному разговору и не скажет, вы знаете, у нас психолог по четвергам, поэтому все вопросы в четверг, да? А когда каждый из нас будет готов помолчать, ответить на какой-то вопрос правильно, да? Имея командный дух, когда мы понимаем, как нужно. И каждый, начиная от медицинской, от младшей даже медицинской сестры, которая сейчас в душе, да, моет больного, до дежурного врача, который совместитель, а не который пришел на постоянной должности, когда вот это все, или в гардероб, когда жена умершего больного выходит в потери. У нас гардеробщица оказывается вообще жилеткой, потому что она прибежала, родственница, муж умирает, она ей быстренько раздела и вышла. И она сидит и плачет. Что делать гардеробщице? То есть мне кажется, что крайне важно вот в этой всей нашей истории работать всем коллективом. А буфетчица, это вообще первый человек. Можно я ответить? Вот как вам это, Олег? Вы начали с медсестры, я начну с главврача. Вот учреждение возглавляет человек, который своим поведением воспитывает весь коллектив. Вот наша Станислава Анатольевна, который сейчас не работает, своим отношением ко всем нам, к родственникам, она, ну вот как, это вот, как сказать, не то, что идеал, но это лидер. Лидер своим поведением дает понять, как надо себя вести и своим же поведением ограничивает ненужное поведение. Поэтому вот когда лидер коллектива демонстрирует уважение, благодарность, он сам благодарен своим подчиненным, он на них не кричит, он на них не оскорбляет и не проявляет вот что-то такое деструктивное, весь коллектив подтягивается под него, он становится примером. И так же администратор будет, да, и кухарка, потому что главврач проходит, она со всеми общается. Мы говорим о помощи пациенту на каждом этапе. Но это внутренняя культура, она воспитывается. Вступите, пожалуйста, в эту дискуссию. А вот добавьте, пожалуйста, ваш опыт клинического, работы клинического психолога. Нужен ли, нужен, важен, не важен, насколько важен. Дайте, пожалуйста, нам сюда. Здесь Ольга Сетрова в зале сидит. Я бы вот можно два покамаза рассказала и саму уважаемую мною человеку еще. Знаете, вот, наверное, я поддержу психолога. У нас 19 лет мы работаем. Ну и первое, которое было, приходили психологи, разные приходили. Даже у нас был психолог, который являлась, так скажем, церковным работником. Каким работником, простите? В церкви, да. Церковным работником. Но я скажу одно. Самое главное, чтобы очень хорошие были психологи с медицинским образованием. Вот на сегодняшний день у меня два психолога. Они оба с медицинским образованием, которые знают и вопросы психиатрии, помимо психологии, это раз. Во-вторых, психолог должен следить. Вот один психолог у меня работает с больными, с родственниками. Второй работает с коллективом. Вот с коллективом. Любое изменение в коллективе, хотя уже опыт большой и так долго работающих у меня много, но любое отклонение, какой-то даже не то, что возникший уже конфликт между сотрудниками, а только намечается. Где-то психолог тоже вмешивается. И за последние три года это настолько улучшило работу всего коллектива. То есть исчезли конфликты, которые между, особенно когда санитарки стали получать, даже как медсестры стали получать, тут очень много пришлось работать психологу. А второе-второе, даже в стационаре, в стационаре, это, наверное, были у нас психологи, которые с университета. Вот те психологи, я так считаю, что они у нас не выдерживали. Так что спасибо. Пример идеального руководителя. У меня прям такое уважение к вам, что у вас и тут психолог, и тут правильное распределение. Да, один психолог не может работать и с персоналом, это совершенно точно. Коллеги, а вот почему мы сейчас об этом говорим? Потому что ведь в поправках к закону мы понимаем, что палеотерапевтная медицинская помощь, у нас там вопрос, да? А палеотерапевтная медицинская помощь, комплекс мероприятия, медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, уход. То есть мы сейчас обязаны вот это дело очень хорошо раскрутить, очень хорошо прокачать, как сейчас говорят, ну и в конце концов уделить внимание тому, чему мы в последнее время не очень уделяли внимание. Сначала мы не думали, надо это или нет, потом не очень на это обратили, а сейчас совершенно обоснованно будет в штатных расписаниях вводить штатку, кадры, обучение. Конечно, много за этим тянется других проблем, но это необходимо для решения. Вопрос. Совершенно правильно. Это отдельный психолог для персонала и отдельный психолог для родственников пациентов. Это совершенно верный подход. Спасибо вам. Мне бы хотелось добавить, Екатеринбург, палеотерапевтная помощь, зовут меня Светлана Леонидовна Лускова, старшая сестра. Я хочу сказать, что психолог психологу рознь, понимаете? То есть иметь звание клинический психолог и знать от и до психиатрию и т.д. и т.п. не говорит о том, что это хороший специалист. Да. Понимаете? Мы с этим немножко вот столкнулись. И наличие психолога все-таки, ну, я не знаю, как их стимулировать к работе, да? То есть, ну, есть люди, которых нужно подпинывать. Сам он не рвется, он не идет. То есть, это нужно обязательно сказать, вот в этой палате Марья Ивановна нуждается в помощи, пожалуйста, туда подойдите. Человек сам этого не видит. Да, она отписывает какие-то там свои симптоматику, вклеивает осмотр якобы пациента в историю болезни, работа вроде как бы идет. Но какую-то отчетность, какую-то, я не знаю, вот документацию или что-то, потому что все мы, в принципе, работаем и за что-то отвечаем, какие-то стандарты. Вот если бы эти специалисты имели бы то же самое, было бы замечательно. Огромное спасибо. Я очень рада, что в зале и сестры, и доктора, и клинические психологи, организаторы здравоохранения. Это крайне-крайне важно. Спасибо вам, дорогие. Еще вопросы, да. Это важный момент. И правильное описание истории, и правильные стандарты. И мы в этом отношении, мы завтра будем это обсуждать, ой, сегодня, позже, мы в этом отношении начали работать, и уже такую создаем рабочую группу по анализу того опыта, который есть по клинической психологии. И вчера мы тоже обсуждали, когда были у Андрея Владимировича, и у Ольги Александровны Березиковой вступила в это с нами взаимодействие. Конечно, это целая работа, которую нам с нами нужно пройти. Ассоциации, профильные комиссии, главспецами, всем-всем вместе. Спасибо. Я хотела, можно еще одно слово от медицинских сестер, медицинская сестра. Ничего не услышала. Медицинская сестра выездной службы детских хосписов Ленинградской области, Овсяникова, Полинергия. Я хотела сказать по поводу психологов, да, и вот командной работы с пациентами и их родственниками. Мы вот начинали работать вместе с Аллой Алексеевной. Здравствуйте, Аллой Алексеевной. И прекрасно понимаем, что когда работает команда с семьей, то право выбора, кто будет оказывать психологическую помощь, оно оставляется пациенту. Это может быть и психолог, и доктор, и... И уборщица. И уборщица, да. Поэтому вот этого выбора все-таки должно оставаться за пациентом. Да, пациент сам выбирает, с кем он общается и с кем он пойдет поговорить. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Вы отпустите меня, да? Да, мы вас отпускаем. Все, я вам желаю здоровья, я вам желаю заботиться о себе в первую очередь, и чтобы вы долго работали. Давайте еще один вопрос в дискуссию. Все, в дискуссию. И Сандыкова Георгий Павлович, город Пермь, внештатный специалист по взрослой полиативной помощи. Я заведую отделением уже год практически. Я могу только поддержать вот то, что сказала Диана Владимировна, то, что психологическая поддержка, помощь пациентам и их семьям, это исключительно командная работа. Да. Потому что, допустим, психолог у нас приходит, он у нас есть в штате, он приходит два раза в неделю, вторник, четверг, после 15, в принципе, да? Но основная нагрузка, основная вот эта вот работа с родственниками, она на мне, как на заведующем, всегда. Потому что они звонят по телефону, они приходят просто потоком. Значит, им нельзя сказать нет, то есть, как бы, извините, давайте вот во вторник 3 часа. Так не происходит. Это просто онлайн, постоянная работа, четко. И второе, абсолютно правильно высказали по поводу главного врача или любого руководителя, в принципе. Да. Да, то, что он своим примером. Вот для меня, допустим, я показываю санитаркам, ну, не санитаркам, сейчас ужасное название, это работники, уборщики производственных помещений. Не знаю, кто придумал. Ну, в общем, младший медицинский персонал по уходу. Я им показываю, как надо делать, как перестилать. Вот могу примером, вот пример привести сотрудников, в принципе, коллектив хосписа номер один, имени Миллионщиковый. То есть я там был два раза по два или три дня максимум. Так вот, с них лично я беру пример, потому что такое отношение к пациентам, я не очень понимал, как они проводят обход два часа. Там 30 кое-как, по-моему, да? Потом через день я понял, что они до такой степени вникают и имеют такое реноме, там, я не знаю, в городе или в, может, даже в стране, я не знаю. Вот. И я это все доношу до своих. Я говорю, значит, вот Кузьмина Зоя Владимировна, я ей могу позвонить, она меня консультирует по обезболиванию. В любое время, там, перезвоните, там, через 20 минут. Вот, всегда, никогда отказано не было. Вот. Спрашиваю, как вы добились того, что у вас сотрудники от младшего медперсонала до врача так относятся к больным? Она мне говорит, ну, это, во-первых, это отбор, многолетний отбор. Человек, который, он в полиативке либо может работать, либо не может. Это раз. А второе, значит, если кто-то из врачей видит, что, допустим, младший медицинский персонал или сестры как-то не так себя ведут. Конечно, это с начала беседы, но таких людей там не надо, потому что это не тот контингент, я имею в виду, полиаптивных пациентов, к которым не иначе, как с милосердием, а можно относиться. То есть вот так. Спасибо. Спасибо. Слава мужчинам, руководителям. Слава всем руководителям. Давайте на этих словах и закончим. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое. Спасибо.